Песня Сокровище благих и жизнеподателю Приди, селися вны, и очистены от всяких скверных И спаси блаже души наши Отец наш Небесный, молим Тебя, Господом наш Иисусом Христом Спасителем Прибудь с нами, не дай нам уклоняться ни лево, ни вправо Дай рассуждать по истине Дай усвоить нам истину так, чтобы мы могли донести ее незнающим людям Блуждающим в этом мире, в потемках, без истины Твоей Да будет воля Твейсота и во всем Тебе слава высылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу Ныне, всегда и в веки веков Аминь Мы закончили в прошлый раз 16-м стихом 1-го послания апостола Павла Калинского, 9-я глава Сейчас я просматривал стихи, которые мы прошли И у меня возник вопрос, который хочу задать всей аудитории Какая разница между благовестием и проповеднической деятельностью? Проповедей, его проповедей Этот вопрос возникает уже из стиха, мы как-то прошли, не было этого вопроса В 14-м стихе Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования И дальше, в 16-м стихе говорится о том, что в толковании Похвала для тебя не благовествование, а безвозмездные проповеди То есть это вот одно к другому, как синонимы Или это нечто противоположное, или хотя бы разное? Вот пример такой, у нас когда был Михаил Погиблов здесь Приезжали священники московской патриотерии И как раз попал, хотел трехтомник взять Ну тут книги начали о книге, говорит Игнатий Ильич И он взял второй том Вот второй том и открывает ее Там в самом начале подчислено И там написано Сегодня священники не проповедуют И он сразу за это ухватился и говорит Как так? Я сегодня в храме сказал отличную проповедь А вы говорите, что не проповедуют Ну и в общем он не стал брать, сказал, что значит тут все тоже неправда и так далее Но какую-то часть вот ответил Проповедь это нечто такое обширное, повествование Ну и конечно по Евангелию, естественно, это понятно О Евангелии, о жизни там с какими-то ремарками и так далее А благовествование, это когда ты находишься вот в этом самый исторический период своей жизни Вот в этом действии Когда ты идешь с евангельской проповедью Это и есть благовествование То есть ты можешь, где-то люди на тебя посмотрели Это может быть проповедь безмолвная даже Вот борода там твоя Кто-то заинтересовался уже за тобой ходит, спросил Ты отвечаешь Или кто-то очень много знает, кто-то меньше Кто-то подошел, там ему надо сказать совсем немного А кому-то надо действительно проповедовать Ну и чаще всего, конечно Ну более конкретно Чем отличается проповедь от благовестия? Да? Ну во-первых, надо рассмотреть, что такое благовестие Благая весть Благая весть То есть это конкретная благая весть о чем? О царстве небесном Это благовестие И оно может быть, он правильно сказал, что короткое За свидетельство благую весть принес И пошел дальше А проповедь это конкретная какая-то тема Она может быть и даже больше часа Одна тема, а может даже и больше Какая беседа Проповедь это беседа На определенную тему какую-то Или на какой-то стих конкретный Или может даже не на один стих А несколько групп стихов Ну как вот Игнать Тихонович говорит Пакет На целый пакет может быть Это я так понимаю проповедь Так, еще у кого есть какие-то соображения по этому вопросу? Да, Надежда Ивановна? Ну проповедь Это когда человек проповедует Где-то в конкретном месте О благовестовании Правильно я бы сказал Это когда он выходит в люди Выходит куда-то, выезжает Чтобы приобреть новых людей Чтобы с помощью благовестия приобрести новых людей Нет, это не так Да, брат Ну разница я думаю Что благовестие И проповедь Евангелия Это слова-синонимы Но если к благовестию Невозможно Прибавить Благовестие чего-то другого То к слову проповедь можно прибавить Можно проповедовать буддизм Можно проповедовать марксизм Ленинизм А вот благовестие Это конкретно Благовестие Нового Божия Происшествие Иисуса Христа В жизни Аминь Поэтому мне ближе Слово благовестие Хотя Правильно заметили Проповедь Это конкретно На какую-то тему Ну Рассказ Беседа Доклад Можно кришнаит Еще есть Брат У тебя было что-то там Реплика Николай У тебя что-то было Брат Сергей Вот он сказал То, что я думал Он точно сказал Ну точно Это было раньше Это мы дома просто проходили с женой Это там Посланники евреям Есть там объяснение Толкование златоуста Он говорит Что такое проповедь И что такое благовестие Это две Ну как бы не то Что совершенно разные вещи Но Они как бы Не исключают Но Проповедь Дополняет благовестие Вот как Благовестие проповедь Не может дополнить Благовестие Это Ну Как бы Ну уже Действительно Это только о Христе А проповедь Это действительно Может быть хоть о чем Но она более широкая Проповедь Она может быть там Действительно То есть проповедь Как элемент благовествования В христианском смысле Дополняет Да Но местописание Осталось сказать Тут Вот о благовестии Блаженно ноги Благовествующих мир Благовествующих благое Это у пророка Исаия И апостол Павел повторяет А апостол же Павел говорит Юростам проповеди Спасти мир Юродством проповеди. То есть, если благовестие, ты идешь и коротко говоришь, допустим, пока я тебе себе приблизилась к царству небесное, тут еще никто ничего не понял. Но когда ты начинаешь проповедовать, на тебя стоят смотрят, а какой-то борода, что-то волосы всколкочены, торчит вот тут у него, вот там. То есть, на тебя по-другому начинают смотреть. Слишком долго ты затянул уже это, а тебе по-другому нельзя. Ты проповедуешь. Ты рассказываешь, излагаешь теперь подробно. Ну, потому что тебя спросили. Не просто как встал ты и что-то ты там кому-то излагаешь. Ну, хотя есть такие ребята, вот сейчас я видел в интернете. Стоит, ну, задом отходит, и люди на него идут в потоке. И он им говорит, говорит, проповедует. Никто не останавливается. Он говорит, как будто кажется в пустоту. Ну, раз кто-то заинтересовался, там люди стоят, там стоят потом. Эй ты, а ты на себя-то посмотри, какой ты. Он, да не надо про меня, я себя в зеркало постоянно вижу. Я вам говорю о Христе. Вы не отвлекайтесь. И начинает дальше говорить. Так что можно проповедовать и даже кажется, что в пустоту, что тебя не слышат. Златоук же говорил проповедь и говорит, я, говорит, буду проповедовать, даже когда одни стены будут. А почему? Да, ангелы здесь стоят. А они услышат слова мои. Игнат Ильич, резюмируйте. Вот. Пять человек на этот вопрос ответили. Я спрошу вас, как ведущего, вы удовлетворены или еще нужно говорить? Нужно, чтобы я услышал вас. Контрольный выстрел. Проповедь может касаться любой темы, совершенно не относящейся к религиозной тематике. Бывает, человек про что-то увел, он теперь непрерывно проповедует о космосе, о необходимости изучать. Это проповедник. А их так и называют. Благая весть, благовестие, отличается тем, что оно говорит о душевном, о душе, о спасении, благовествующих мир, мира прощения от Бога. То есть благовестие всегда касается Бога и человека. Благая весть, добрая весть, дарованная от Бога. А в чем она заключается? В самом наивысшем исполнении напряжения пришел Сын Божий. Вот благая весть. И он умер за любви людей. Он возлюбил этот мир, Отец. Вот это благая весть. А проповедь может, это как мы считаем по священному писанию, совершенно не относящаяся к религиозной тематике. Но проповедь может быть и о Евангелии. А может быть и о религиозной теме. Вот допустим, Ян Затауз говорит подряд, три проповеди о пьянстве. Благая весть или нет? Это проповедь. Благовестия здесь нету. Просто его нету. Он прямо говорит о том, что Бог наказывает человека. Если раскрывать в глубоком смысле, то в этом тоже чувствуется элемент Божьей милости. Ян Затауз говорит, хорошо, что был потоп. Легкая смерть, его не пытали. Хлебнул воды и пошел на дно. И кроме того, пример какой-то других. Мы сегодня эту проповедь в храме слышали. То вот в таком тончайшем рассмотрении, это тоже благая весть. Что Бог возлюбил этот мир и потопил его. Ему имя Бог-любовь. Мы едем с благовестием. А проповедовать мне удается очень редко в храме, когда дают. Этим людям, я говорю, проповедь наполненную благой вестью. Проповедь. Ответили совершенно правильно. Не подметили только, что проповедь может быть о любом предмете. Вот бывает человек решился, что не надо пахать, надо по стерне сеять. И он год за годом проповел, проповел, наконец тронулось, пошло, и люди, понятно, пыльной бури не будет, урожай повысится. Он проповедник, как Мальцев. Сергей Семенович. Вот так. Ремарка небольшая, Игорь Ильич, не пользуясь аппаратом, вы прослушали, что брат Сергей как раз об этом сказал. в разнице, что он говорит. Я слышал. А пользуя аппаратом. А пользуя аппаратом. А говорите, что я не сказал. Ладно, ладно. Семнадцатый стих. И если я это делаю, если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. Вот такой семнадцатый стих, девятый главы, послание апостола Павла, еще ремарка. Каринфин, да. Я хотел ремарку на сегодняшний день сказать. Ну да, хоть она так и кажется, звучит, что именно проповедь, она может быть и не религиозная, но однозначно эти иноземцы, так сказать, нечестивцы, атеисты, они слово проповедь вообще выкинули из лексикона. Это я могу точно сказать, как атеист бывший. Была не проповедь, а пропаганда и агитация. Все. Проповедь, никогда я слова не слышал. Это я говорю сейчас. На Западе, за границей, возможно, они там используют, но я не знаю иностранных языков, не владею так сказать, и поэтому я не знал, что слово проповедь где-то употребляется. Сейчас иногда, да, слышно слово, что ты проповедуешь, но это в контексте идет, человека как бы все равно ты неправильно употребляешь это слово, поставил его не на свое место. То есть все-таки масса населения и в нашей стране однозначно слово проповедь, само слово проповедь отдало религиозному подтексту. Однозначно. Хотя то, что говорили, это так и должно быть. Ну вот, допустим, свидетели Иеговы, они никогда не подходили ко мне и не говорили, мы тебе сейчас проповедуем. Они никогда эти слова не упоминают. Или, допустим, кто-то пришел и говорит, а мне там кришнаиты проповедовали. Да никто так никогда не скажет. Даже если человек неверующий, он никогда не скажет слово проповедует. Он скажет, меня агитировали, меня там еще что-то зазывали, скажет, или беседовали со мной. Но слово проповедовали, могу сказать, ну почти что сто процентов сейчас относятся именно к религии и именно к православной. Даже и не к сектантам. Брат, хорошо, я ремарку сделал в отношении вот этого слова пропаганда. Отец у меня так не любил это слово, и оно действительно вот режет слух, и в нем что-то есть такое поганое, действительно вот. Такая вот эта пропаганда, пропагандировать этот. Надо будет вернуться, я на следующий раз по этому слову что-нибудь поищу. И вернемся к 17 стиху, который еще раз читаю. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение. Толкование. Выделено наживным шрифтом и подчеркнуто. Следующая фраза. Толкование Феофилакта Болгарского. Если бы дело проповеди не было возложено на меня, я совершал бы, а совершал я оно и сам от себя, то я имел бы великую и многую награду. Если же оно возложено на меня, очевидно, я совершаю оно и не сам, по себе, но делаю по воле владыки. Это значит, недобровольно. Посему дело это не заслуживает чести, ибо я исполняю только вверенное мне служение. Примечаю следующее. Не сказал, если делаю недобровольно, то не буду иметь награды, чтобы показать, что он получит награду и за проповедь, хотя всем в случае поступает по воле владыки. Ибо не сообразно было бы с правдой, если бы все апостолы не получили награду за проповедание, только не такую, какую получит проповедующий безвозмездно. Здесь речь только возмездно и невозмездно. Разница, когда делаешь это дело безвозмездно и невозмездно. И еще если как бы по принуждению, потому что Господь сказал, идите и проповедуйте по всему миру, то мы и награду вроде как не получим. А если вот я иду, не слыша этого, и проповедую, благовестую, то получаю награду. Я вот хотел еще предыдущее благовестие проповедь. Вот место Писания, 17 глава, вот Деяния Святых Апостолов, да что-то и это созвучно тоже. Вот апостол Павел, он выходит на площадь, ну на площадь там в Афинах. И беседует, беседует с людьми. И в конечном итоге эти беседы отдельные, я так понимаю, вот это как бы благовестие получается его. Он же их в масти не собрал еще, но они увидели, что он что-то говорит, другой там муж ученый, и они его пригласили в Ариапак. Это прям как амфитеатр такой, прям ступеньки там, они сидят на них, поднимаются, как вот в университетах. А он тут вот стоит, и он прям к ним говорит. И вот он уже начал проповедовать. Но им не понравилось там, как вы все знаете, дорогие братья. И они говорят, потом тебя послушаем, когда он начал говорить об воскресенье. Но я вот хотел задать вопрос. Вот это как раз подходит к нашему вопросу, что как бы вот то, что он говорил, это было благовестие, перед тем, как заинтересовать. А когда заинтересовал и стоял уже перед Айрапагом, это уже проповедь. Можно вот так вот эту градацию совершить? Или сказать, или это как-то, или проповедь уже была, когда он и там беседовал тоже. Или как отделить-то благовестие от проповеди? Вообще, ну как отделяется? Его никак не отделишь, если он проповедит. Если ты о Христе говоришь. Если в этой проповеди он говорит о Христе, о благовестии, то одновременные проповеди, о благовестии, они сливаются в едино. Сколько нужно сказать слов, чтобы было проповедь, и сколько нужно сказать, между нами, чтобы было благовестие? Ну вот, допустим, ты берешь Иоанна 3 глава 16 стих, и ты цитируешь человеку, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Народного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Господь призывает тебя, брат, покаяться. Ну или там человек какой-то, может он, брат, стоит уже. Игорь, ну, Игнатий очень хорошо объяснил. Он сказал, если человек говорит о духовном, о благовестии Христа, о благовестии Христа, это, ой, извини, все Евангелие, значит, это благовестие. Благовестие. Если тема идет даже тем же проповедникам о пьянстве, как он привел, ну, даже со ссылкой, это проповедь. Тематики какие? Он не о духовном, а о телесном. Пьянка это влияет на телесное содержание, конечно, и на духовное. Но он говорит конкретно о пьянках. Он пришли, они слушают про пьянство. Не о Христе, не о душе, а о пьянстве, что оно вредно как. И тоже может быть тот же благовестник. Можно? Тут такая еще история, что значение слова, которое оно на себе несло в то время, эмоциональный, смысловой смысл, оно меняется со временем. Я ни разу в жизни не слышал, чтобы неверующий кто-то выступал, ну вот опять затянул свое благовестие, ни разу, но неоднократно слышал, вот что вы сказали раньше, это меньше было, сейчас это сплошь говорят, но опять за свою проповедь взялся. Ну кто это не знает, что задержанные земли эти надо аккуратно поднимать. Вот затеял одно, опять проповедил, занялся проповедью. Слово проповедь к любой речи могут отнести, о чем бы оно ни было. Но благовестие только небо и земля, когда соединяется даром данное от Бога. Благо, благовестие, благой дар дает Бог. Вот как раз благовестие, сегодня 6, завтра 7 апреля. Почему этот праздник считается главизной всех праздников? Главизна. Это благовещие. А что значит благовещие? Зачатие. Зачатие как-то не очень так презентабельно выглядит. Но это так. Руно через 9 месяцев. В женской утробе плод развивается 9 месяцев, будет 7 января. Посчитай. С 7 апреля до 7 января. А Иоанн Креститель старше на 6 месяцев. Ну 6 месяцев назад кинем 7 июля. Иоанн Купалок, да. Все сходится на семерке на этой. Почему? Бог так назначил. А может быть это было в другое время, но церковь так установила. Вернее это будет сказать. Поэтому благовестием, благовесть, она может быть извращена. Но это тоже благовесть. Христос умер за нас. Все сектанты говорят. А они занимаются благовестием. Но когда он выходит, говорит о каком-то определенном предмете, о том, что дети не слушаются родителей. И он все посвящает. Как вы ответите это перед Богом? Это проповедь. Там никакого благовестия нет. У Иоанна Златоуста благовестия проповедей мало. Но он благовестие все время вплетает в проповедь. И здесь говорится проповедовали Евангелие. То есть Евангелие, оно просто известно. Его надо проповедовать, говорить о нем. Оно превращается в благовестие. Проповедовали Евангелие. Вот сейчас вы засчитывали. Вот это и есть. А вы чем занимаетесь? Вот сейчас мы занимаемся просто занятием. Но сейчас я вышел от соседа и стал говорить по крыше. Что ты думаешь? У тебя уж крыша, деревья растут на крыше. Пять лет ты не можешь крышу перекрыть-то. Здесь ничего нет. Я только его упрекаю. Я говорю, и Бог с тебя спросит. Какой ты пример даешь? Подошел ко мне и спрашивает. У меня мать заболела. Мне ее может сдать дом инвалидов? Он ко мне подошел конкретно. Я ему говорю, нельзя этого делать. Потом ты себя будешь корить. И правда, она вскоре у него умерла. А умерла бы в доме презрения. Тебе соседи все тыкали пальцами. Ты мать-то родную сдал. Кто-то другой это. Я проповедую ему, но благовестия нет. Но вот я только подошел, сейчас я говорю ему. Я знаю его, как звать Андрей. Я говорю, покайся. Обратись к Богу. Всю твою пьянку эту все забрось. Время уходит. Бог гневается. Бог это не только любовь, как сектанты. Бог любит тебя, любит тебя. Это обман. Потому что не на то место любовь ставите. Если ты не испытал страха Божия, Игнать Борисович говорит, начни сначала. Начало мудрости. Страх Господень. Венец мудрости страх Господень. Я только недавно совсем в интернете человеку отвечал на вопросы и привел 53 места Библии. 53 места, говорящие о страхе Господнем. Это основа всего. Почему? Страхом движимый. Иоанн Златоуз говорит это просто. Знаю, что многие презрели бы обещание будущих благ, благовестия, любовь Божия, если были бы свободны от наказания. И поэтому страх наказания, что тебя ад ждет, огонь, более содействует спасению. сектанты этого не знают. А что боятся? Совершенная любовь изгоняет страх. Ее нет в совершенной любви. Нету. А вы в своей жизни встречали, чтобы совершенная любовь была? Не встречал. И у меня понятие такое совершенная любовь наступе иначе больше совершенствуется. Мы достигли. Вот как. Я ему несколько слов сказал, покайся, иначе Бог поразит тебя, но надежда у тебя есть. Сын Божий умер за тебя. Вот я мгновенно, начав проповедь, перевел на благовестие. Я ему возвестил о благой вести, которой ангелы сказали, ныне возвещаем вам, что родился спаситель мира. Вот прозвучало это. И благая весть Богородицы. Почему благовещение называется на 7 апреля? Потому что он сказал, и родишь его, кого спасителя мира, дальше называют, все остальное. Что в этом заключалось? А проповедь может быть проповедь фашизма, проповедь коммунизма, это проповедь. Хотя не называют пропаганда, поганая действительно, хорошо сказано. Но это проповедь. Самая настоящая. Она ничем не отличается. Ни один фашист не говорил, давайте дело так, чтобы всем было плохо. не готовится. То есть разница смысловой нагрузки каждого из этих слов. Благовестие конкретно о благой вести Иисуса Христа, о проповедь, то есть она как бы предваряет ведение слушателей о чем-то. А уж о чем будешь говорить, это другой вопрос. То есть проповедовать. Прежде чем кто-то из аудитории услышит о чем-то, нужно приготовиться к этому вопросу. И уже излагаешь свою мысль и мысль других людей по конкретному вопросу. О фашизме, о национализме, об Иисусе Христе, о чем угодно. То есть вот такая разница в смысловой нагрузке каждого из этих слов. Апостол Павел, когда говорит, ваё кто-то незнакомый, и он слышит, как все пророчествуют, он обличаемый, пойдет вниз и скажет с вами Бог. Пророчество, обличающее, там может быть и не о благовестии, даже речь. И он так это называет. Это проповедь. Вот меня подписывают, когда проповедник и миссионер, нигде не написано благовестник. Потому что в подлинном смысле благовестники с большой буквы это евангелисты. Четыре евангелиста. А баптисты, другие говорят, кто? А мы евангелисты. Евангелистов только четыре. Апостол Павел говорит, ты поставил евангелистами. Четыре, больше нету. Это звание никому не дано. Я исповедник, я сидел за Христа, это исповедник, а то уже никто не отнимет. У меня особая полномочия есть. Какие это полномочия? Церковь установила. Когда будут гонения, и некоторые люди не выдержат притеснений, гонений и отрекутся, а потом пришли в церковь принимать. Были такие новоциане, которые запрещали, нельзя принимать, они отступники. Ну срок наложите пить имю. Какая пить имя? Пошел вон. Ты Христа отрекся. То я имею право заступиться. Я скажу, я это все испытал, мне бы это не выдержать, что со мной там они делали. Но я могу о ней судить, потому что она испытала это и поколебалась. Я могу ходатайствовать. У меня право есть. Больше у нас вообще ни у кого такого нет. Я имею право ходатайствовать за падших написано. Это в церкви канон такой есть специальный. А вы им пользовались? Нет, не пользовался. Ни разу. Никто не отступал, и мучений-то не было. Но оно где-то рядом может быть. Вот так. Благая весть, это слишком возвышенно. Это обязательно не только говорить о Христе, а даре Божьем. Не было мира. Но Господь послал проповедников, и они примирили. И между нами Украина не будет войны. Вот сказал бы так. Это тоже благая весть. Это благая весть. Проповедующих мир, проповедующих благое. Как прекрасны ноги благовестников за то, что они несут мир. А они уже благовестники. То есть я благовестник. Но под таким названием меня нигде в эфире не преподают. И я на это просто не претендую. Я должен больше говорить. Но может быть все время только говорить о благовестии. Но мы же все-таки претендуем на звание благовестника, когда едем по деревням и благовестуем. Это благовестие. Но? Это благовестие. Но я сам на себя не беру никогда. Это настолько высоко. А мы едем в Англию по скотинаме и прочее благовестие? Благовестие. Мы едем с благовестической целью. А с проповедью мы нигде не указываем. Везде говорим с благовестием. Определенно. Но я, чтобы я назвался, я благовестник. А проповедник я смело подписываюсь. Почему? Я каждую неделю иногда до 15 проповедей в храмах говорю. На все праздники и предпраздниства. При епископах. Еще раз 17 и сразу 18. Потому что мы его как-то проскочили. 17 он вроде как понятный. Еще раз 17. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? Спрашивает. За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безместно. Интересно. Опять же, эти слова употребляются. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безместно. Не пользуясь моей властью благовествованием. Вот то, о чем я говорил. Проповедуя Евангелие, дальше запятаю и благовествую. Ну давайте дальше. Проповедуя Евангелие, на столкование. То есть... Все говорили правильно. Ну, тогда объединить надо было. То есть, для меня большая и достохвальная награда в том, чтобы не пользоваться мне властью брать, не пользоваться совершенно. Ибо слово «пользуясь» выделено, которое в иных случаях означает злоупотребление. Употребил здесь в значении «пользование вообще». Взимание везде называют властью, чтобы показать, что и те, которые брали, нисколько не погрешали. Сказал «в благовествовании», выделено слово «в благовествовании», чтобы показать, что... И выделено дальше, и подчеркнуто. Кто благовествует и трудится, тот должен брать, а кто не делает, тот не должен. И ремарка Иглы. Согласно этих слов толкования блаженного Фефилакса, сегодняшние священнослужители, не проповедующие слово, обречены на голодную смерть. Кто благовествует и трудится, тот должен брать, а кто не делает, тот не должен. Я сразу вспоминаю лозунг в советское время, самый распространенный. Кто не работает, тот не ест. Но как раз получалось наоборот. Кто не работал, тот больше всего и имел доступ к материальным благам. А как... Дальше-то какое должно быть продолжение это? Продолжение такое, что это лживый лозунг был. Я на него неоднократно говорил. Кто не работает, тот больше всего и ест. И пьют, и в прикуску, и чтобы обязательно вино и женщины были. Аминь. А вот апостол берет нравственность. Ты не хочешь трудиться, то и не ешь. То есть он давит на внутренность. Не хочешь трудиться, и не ешь. А тут они закончены факты. Кто не работает, тот не ест. Вот таких же сколько угодно. Вот я иду мимо, вот здесь, Роснефть. В каждом окне, там кабинет, сидит человек пять с компьютерами. И гляжу, играют, там что-то делают. Они ничего не делают. Никакую нефть не добывают. Еще только цены на бензин. А их Игорь Барабаш оплачивает. Но этот лозунг вот же соединялся с другим еще лозунгом. Не хлебом насущным, жив человек, да? И все. И ограничивались этим. То есть вырвали вот это из контекста. А дальше-то как? Во всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я хотел бы... На поседании измерии. Я хотел бы наши вот эти рассуждения теперь на наше время приблизить. Это же очень сильно связана эта тема с нашим временем. Почему? Сейчас мы зададим вопрос. Нету массового благовестия в среде, в церковной среде. И его нету массового благовестия, как мы сейчас рассудили. Но, если мы начнем этот вопрос задавать... Брат, извини, вопрос к вопросу. Можно? Значит, ты имеешь в виду благовестие извне, внутри священнослужителей? Или священнослужителей во вне? Нет, я имею в виду мгновенное благовестие, когда... Человек духовный идет и внесет в мир прелюбодейный и грешный Слово Божие. Ты имеешь в виду обязанность священников благовестовать? Да не только священников. Вообще церкви. Да. В чем есть священники, священники? Давайте всех туда уже объединим. И епископов, и диаконов, и Клирашан, и мирян. Которым тоже надо благовестовать, по идее. Но, дело все в следующем. Этого же мы не видим в массе, этого благовестия. Ну, конечно, не видим. Или я этот вопрос вам ответ... Ну, как, сам и отвечаю. Ну, не видим. А почему? Священники-то это читают, и миряне многие читают, они это знают. Потому что есть очень много препятствий, которые, во-первых, показывают, что благовестие уже состоялось раньше. Нечего тут умничать, это раз, оно лежало до нас тысячу лет, еще пролежит. Второе, что благовестие идет. А, удивились? А, оно идет. Я вам рассказываю, как. Во-первых, есть купола золотом крытые. Для чего? Чтобы как можно ярче сиять. Когда солнце сияет, человек увидел купол и сказал, ага, там церковь, там Бог. Все, это уже проповедь. Дальше, есть колокола. Залез как монах, ударил в колокол. Это безмолвная проповедь. Проповедь пошла уже, все знают. Дальше, есть власти. Ты пришел, если с властью хорошо живешь, она тебе решит какую-то программу по телевизору показать. Или по радио скажешь, что сегодня праздник. Человек услышал о празднике. Все, уже хорошо, уже проповедь, уже благовестие прошло. Поехал какой-то отряд семинаристов в какой-то населенный пункт. Спросили там у главы администрации, где тут у вас была церковь. Вот там. Все, выставили, поставили крест поклонный. Начали там молиться. Люди-то проходят мимо. Что это такое? Крестный ход дальше пошел, до Королейникова дальше. Какие-то мощи привезли. Это все, я вам сколько, еще много чего есть. Это все благовестие считается. И поэтому сильно упираться-то не надо. Вот Игнатий Тихонович хотел тут собрать священников, чтобы показать им, как нужно трудиться. Чтобы и общины создать, и чтобы было настоящее благовестие. Почему? Потому что они в действительности и не знают, и не могут открыть для себя. Сердце их не может открыть, потому что нету истинной веры. Но и нету мучителей, которые открыли бы им благовестие. В том виде, в котором его видел апостол Павел, который прошел это все. Но мы пока это еще не раскрывали. Сейчас скажу немножко. Вот у кого интернет есть, просьба зайдите. Самый последний на нашем видеоканале ролик. У меня вечером вчера была беседа по скайпу с Украиной, с Донецком. С одной женщиной, 51 год, Елена. Видно, она одна. Ну, Сергей парализованную попросил. Мы ему скинули, он перекачал к себе и за ночью к утру поставил. Он ночами работает. Биография этой женщины какая. Она уже ушла. Мы закрыли. А муж говорит, что это с тобой-то такое делается на нее-то? Ты какая-то не такая. Она в конце давая здесь сняться в любви. Как ее Господь коснулся. А у нее и биография такая. Она любит Бога. Она так его любит. И ничего здесь нету. Она приходит. Ничего не понимает. К батюшке. Батюшке с одного на другой переход. Она к адвентистам. Там ей некрещеная принимает крещение. Она у нее ходит в 7 лет, к примеру. Не удовлетворяется. Я вижу, не в полноте истина. Она идет к адвентистам. Там к 50-никам. И везде заставляет креститься. И она раз в 5 крестилась. И вот она наконец приходит в православие. И каким-то образом ее на нас вырыла. И вчера мы с ней объясняем. Я советую прослушать. Я ей объясняю. Она говорит, не согрешила ли я вот этим. А дальше этим. Это живая душа. Такую душу отвергать священники. Заодно ее не ответят они. И в жизни не хватит. Именно об них Ян Златоусы говорит. Одна душа погибнет. Вот священник. Не хватит тебе всей жизни рассчитаться за нее. Она рожденная свыше. Без православия. Она исполненная Духа Святого. Она без православия это получила. Но она не в церкви. У ней любовь. На первом месте. И она что услышала. Она говорит, я не могу остановиться. У меня душа ликует. Поет сегодня. И я ей говорю, священники не принимают. Там полчаса ехать до другого. Она в небольшом городке живет. И там есть священники хорошие. Съездят и к ним. И говорит, десятину в первую очередь отдай. А он не будет брать. К ногам его положи и все. Скажи, я сделал, а в уши распределять. Это не твое. Это Божье. Ты обязан отдать ее. Иначе ты обкрадываешь. И она все слушает. Переспрашивает. Ну вот такая есть притча. Вот ученик говорит одному учителю своему. Отче. Я целый день размышляю о Боге. Пою ему. Он говорит, а я целый день размышляю о моих грехах. Стариста. А кто из них правильно поступал? Я говорю, этот, который размышляет о Боге, это верующий человек. А когда-то потерял веру или у него никогда не было учителя. Это его. Чего я о грехах буду размышлять, в грехах возгласить? Это Господь говорит, я взял грех и бросил за себя. И ни разу не вспомянул. Помнить ты должен. Павел говорит, я не достоин называться апостолом. Я гнал церковь. Для того, чтобы вызвать благодарность, славословие, только для этого. А далее размышления о Боге. В Бога поверить. Можно никакого проповедника не надо. Небеса проповедуют славу Божию. Небеса проповедуют. И о делах рук его вещают, проповедуют твердь. Растения, насекомые. Какое все чудно, удивительное. Но уверовать во Христа может только по Евангелию. Вера от слышания. От слышания от Библии, от Слова Божия. И как проповедовать, если они будут посланы. И дальше уже как прекрасно многим. Она каждое слово впитывает. Я ей говорю, она тут же записывает. Совсем согласна. Да ведь у нас на тысячи человек такого не скоро найдешь у православных-то. Она говорит, я стараюсь ближе подойти к кафедре, когда священник проповедует. Он даже не знает, что у него кафедра. Я уже по-славянски многое понимаю. Она сравнивает со Словом Божьим и вижу несоответствие этому. Я говорю, бойся, как бы сатана тебя не собратил снова. Понимаешь, у нее как новая жизнь началась. Я хотел назвать ролик «Возвращение домой с радостью». В подобии Питера Гилькута. «Возвращение домой». А он назвал так. Искать и найти. Найти и остаться. Сергей так назвал. Я понял, что это оригинальнее будет. Уже утром сегодня этот ролик стоит. Послушайте. Вот и все. Сколько же такой россыпи золотой везде. И у сектантов, и везде. Люди, которые получили настоящее истинное рождение свыше. А как узнать? А ты другое почувствуешь. Я не могу утерпеть. Я всем говорю о Христе, о любви Его. Вот и все. Я кончил. 19 стих. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Говорит, толкование, говорит еще большее. Я не только не брал, хотя имел власть, но и будучи свободен, не будучи никому подчинен, без постороннего побуждения, сам поработил себя всем. И одному, и не двум, но вселенной. Не для того, чтобы угождать всем лестью, но чтобы больше приобрести верующих. Ибо приобрести всех невозможно. Да? У тебя вопрос? Ремарка. Ремарка. Вчера с братом проводили занятия, и вопрос о благовестии поднимали. Почему мы раньше такие ревностные были, ходили по домам, а сегодня как-то вот утихло все, и сидим, и почему рассуждали на эту тему. А здесь вот говорится, не для того, чтобы угождать всем лестью. И вот мне кажется, что многочисленные секты, вот смотришь, там такие большущие залы. Не то, что там завидно, там вот действительно лесть, и у нас такая строгость. А мы скорбим, почему Игнатий Тихонович имеет такие вот множество талантов необыкновенных. И так мало. В общем-то небольшая, пришедших. Такую работу проводим, и какая-то скорбь наваливается, вроде как печали, руки как-то что ли опускаются, какое-то вот такое состояние. Ну почему люди не обращаются, не приходят, вот около, вроде и не отвергают, и вроде... Да не вроде они идут, не идут, не идут, так может быть все-таки дело-то в лесте. Вот начни сейчас всем льстить, как многие батюшки делают, полный храм, какой хороший батюшка, и молочков пост разрешит, и у сектантов-то и не надо, там и посты там ничего не надо, и все это, и экономия. Но чтобы больше приобрести верующих, ибо приобрести всех невозможно. Вот на этом, может быть, и надо, ну действительно согласиться, ну всех-то невозможно приобрести. Но это не значит, что не нужно приобретать, приобретать нужно, нужно трудиться, скорбеть не нужно по этому поводу, ну невозможно всех приобрести. Вот такая вот у меня. Слишком хорошо живем, я тебе скажу, брат. Когда Игнатий Тихонович приехал из Америки, из своей первой поездки в Америку, я его спросил, Игнатий Тихонович, скажите мне, вот откровенно, кто ближе к спасению, те, которые там на западе, которые вы видели, или здесь Россия? Он говорит, Россия, конечно, потому что... И вот этот интерес, который был пробужден в этих 90-х годах, он был связан с тем, что мы зашорены были более 70 лет, и жажда, накопилась жажда истины, услышать истину, слово истины. Вот эта жажда, она была востребована, и она вылилась в то, что люди заполнили аудиторией, когда проходили занятия в университете, потом в политехническом университете, в начале в педагогическом университете. Люди жаждали, поэтому это было. А сейчас они удовлетворены, во-первых, тем, что... Ну и жить стали лучше, это не 90-е годы, это вы уже не по карточкам получаем табак, мыло и хлеб в том числе. Сейчас карточки Сбербанка, целая пачка. Да, с карточками Сбербанка, почти у многих есть не по одной карточке Сбербанка, там и других банков, ПТБ-24 и другие. Машины у нас даже вон в этом... Поставить негде. Во дворе машин негде уже ставить. Вот это благосостояние первое. Второе, удовлетворенность тем, что делается в храмах, А брат сейчас сказал, лезьте. То есть приходите, приносите, что вы имеете нам, мы возьмем у вас, а вам дадим вот то, что вы хотите. А люди многие, то что нужно им? Чтобы им разрешили все, на вся, что называется, не пастясь. Пришел, ушел, отметился, никому ничем не обязан. Легко, да, и пришел, никто не спросит. Вот у нас вот не пришли вот две сестры, я уже беспокоюсь. Галины Ивановны одной нет, второй Галины Ивановны нет. А почему? Да потому что батюшки нету, потому что на батюшку ходим. А не в храме в другом. Вот я и говорю, на батюшку ходим. Ну, не знаю, что они в церковь-то ходят. Ну, раньше такого у нас вообще-то не было. Установка, она была всегда такой. А теперь, вот сейчас уже стали, так сказать, этим просто прикрываться. Это уже тоже лезть просто. А вот это не это. Завтра праздник большой, а где, куда прийти? Сегодня не сказали, что здесь будет служение. И завтра не будет. Завтра рядом, который, в рабочий день, куда идти? Ну, завтра понедельник, это понятно, что кто желает, все пойдут. Но сегодня воскресенье. Сегодня братья собираются здесь. Наши братства. Жертвы общения таковы угодны Богу. Тем более с близкими, родными, которые по полу остальной чаши. Так вот, как раз это, это как раз по теме. Это как раз по теме того, что брат задал вопрос, почему теперь вот мы не имеем столько приходящих к истине, желающих этой истины. По этим причинам. Да, брат, говори. То есть тут, ну, маленькое размышление, правильное и неправильное, поправите меня. То есть, вот Игнать Тихонович привел в пример вот эту женщину, там, живущую на Украине или где-то. Можно сказать, она в Смоленске живет, точно такая же есть. Там Света, Маша, Зина, Глаша или кто-то там. Или в другом любом городе, страны Россия под названием. Да я тебе скажу, что я такой же, потому что я блуждал по многим явным гостям, прости меня, где-то только не мотало. А пришел, вот услышал и коснулась истины. Вот мое размышление на эту тему. То есть, давайте маленько, ну, краткий экскурс в историю. Что случилось, ну, допустим, сейчас уже, ну, больше 80 лет назад, там, ну, почти 100 лет назад. Что случилось, ну, перевернули страну с ног на голову или с головы на ноги, неизвестно. Тут еще, как помыслить на эту тему. И все, и стали закрывать, запрещать и прочее, и прочее. То есть, народ стали, в основном, что? Страх. Запугивать. Посмотрите любые, сейчас много фильмов, которые про то время поставлены, отечественные фильмы. Как было? Все, все было на страхе. Включая и войну, до войны, включая до 50-х годов, включая Хруща и прочее, прочее. Все запрещали, последнего попа показали. Ну, не знаю, последних попов их, может быть, их еще и не видно. Последние, имеется в виду, в худом смысле. Я считаю, вот так. То есть, и вдруг люди, то есть, это коммунисты, вот, по ему мнению, вот на работе бывает беседуем. Я рассуждаю так, что Бог попустил вот этой коммунистической заразе в Россию, чтобы очистилась церковь. От всего, что было наносное. Вся Россия была верующая, повально. Крестили всех подряд, даже валенки. Вот и все. А чтобы лучше носился. Вот и все. А потом церковь очистилась, запретили, вырезали, расстреляли, посадили и прочее. Церковь очистилась, и вдруг началось, в 80-е годы, стали разрешать, никто никому не запрещает. Партию запретили, под табу наложили, но это их дело. Стали идти в храм, правильно? Но стали идти кто? Люди, которые жаждали. Вот как эта женщина. Она жаждала, ну, узнать Христе. Узнать Христа. Какой он? Христос-то. Ну, сектанты одно говорят, другие другое. Она туда пришла, в эту церковь. Ей, пожалуйста, заходи там, священники и прочее. А стали говорить-то что? Что? Приходи любой. Машину загоняй. Машину в храме мы тебе осветим. Осла, осла. Хоть кого осветят. И покрестят, и прочее, прочее. То есть, полное обмещение церкви наступило. Согласитесь? Да. Ну, так и было. Полное обмещение. Вот сейчас, в 90-е годы наелись, вот этого, и вдруг оказалось, что не надо, 740 с лишним правил, они не надо, достаточно одного, на Пасху сходить и набрать святой воды, двух вещей. И все. Сварить суп или самогонку заварить на этой воде. Крепкая, изумительно получается. Ну, это люди так говорят. Вот что оказалось достаточно. И вот тоже самое вот эта женщина, почерпнувшая у сектантов любовь к Библии, допустим, любовь к Богу, есть, ну, это мое такое предположение, может попасть в церковь, да еще в такую, где ее растворят, это запретят. Вспомните нашу сестру. Правильно? Что с ней было? Вот и все. Вроде вы верующая такая, ревностная и прочее. А что с ней сделали? Ну, мало того, что запретили и прочее, прочее, даже к забору храма и то не подпускали. Вот она и церковь. То же самое будет и с ней. Вот почему и у нас сейчас то же самое вообще не наблюдается. В 90-х годах был наплыв, я сам пришел в 90-х годах. Уже почти 20 лет здесь. Кто-то ушел, кто-то пришел, но больше-то нету. То есть ему достаточно. Встречаю Еременко Алексея буквально 3 дня назад на Южном. Он еще там живет. Они вместе... Кто он этот... У нас Женя, Женя, Женя был. Пострешный. Пострешный. Вместе с Пострешным. Тот в Питере. Я, говорит, тоже уезжаю в Питер. А в церковь как? Ну, Христос в церкви. Ой, Христос в сердце. Он всегда со мной. Все. Самодостаточность. Самовыдуманная святость. Он готовый. Он спасенный верующий. Ему ничего не надо. То же самое и с этими людьми сейчас происходит. Он туда один раз сходил. Ну, в церковь. В ту, в официальную, будем так говорить. Ему там сказали то-то, то-то пост. Ну, первую неделю. Два дня. И последнюю неделю. То есть, как по той пословице. Помилуй меня Боже. И возложат на алтарь той тельцы. Вы понимаете, в чем дело? Это есть такая русская пословица. Взята 50-й словом. Первый и последний стих. Вот так быстро у них все происходит. Как бы эта женщина не растворилась. Как и у нас. Некоторые, поддавшись увлечению тому, ушли из общины. И в итоге растворились. И их нету. Все мы их знаем, скорбим и любим. Комментарии несколько. Комментарии несколько о том, что сказали, где лучше спасаться. Приехал епископ. Ну, по их мнению, епископ. Лютеран. Немцам рассказывают, как у них там живут немцы, которые отсюда эмигрировали. На свою историческую родину переехали. А остальные спрашивают, да к нам ехать или не ехать. Это в Сибири здесь было. Он ответил, если хотите жить хорошо, достойно человеческой жизни, поезжайте в Германию. Там все для этого есть. Если хотите души спасти, оставайтесь здесь. Это те же самые слова. Вот ему чего-то не хватает. Вначале там где-то проповедовать, говорить. А о чем они говорить? Я как-то сказал Александру Мению, убитому батюшке. Я говорю, батюшка, вот дали бы нашим пастырем по радио-то сказать. Он говорит, да хорошо, что не дают. Такого бы петуха дали. Вот и весь ответ. На любое, что сегодня совершается, мы должны увидеть дальше на один шаг. А что же дальше-то будет? У нас могло быть больше. Но у нас правило одно, которое нам не позволяет расти. К нам не разрешено звать. Понимаете? Я думаю, такой общины не было и нету. И не будет. Как? А не разрешено звать как? Не разрешено звать. Если человек узнал, попросился, пришел разрешение, спросил, сходи к нему, одень по форме. И вот тогда он придет и будет сидеть. Да еще будет ходить год за годом безбородый. В коридоре стоять будет. То есть на этот шаг его не хватает. То есть бритва для него дороже, чем все это новое сообщество, которое он не презирает. Иначе бы он не приходил. И вот говорил я вчера про эту женщину. Я говорю, мы поем здесь баптистские псалмы. Да вы что? Везде запрещают. Она до того обрадовалась. Я так люблю петь духовную. Я говорю, у нас накупели песни восхождения. Вон они лежат там, духовные книги. Поют по ним. Это хорошая стихия. Она что бы ни коснулась, другой ответ. Она никогда такое не слышала. А вот я не знаю, там это как. Я ей пообъясняю. Я не могу. Она руками вот так сидит, слушает. Лисо закрылось, не пойму, плачет или что. В конце концов, ее поиск завершился. Она больше никуда не пойдет. Но то, что священники сегодня делают, это как раз проповедь великого инквизитора Достоевского. Мы разрешим грех и этим спасем всех. А ты на Христа, говорит, гордый, только гордый, там какая-то кучка. Так Бог-то не смотрит на большинство. Бог смотрит только на то, что с ним или не с ним. Вот коснулись сейчас о проповеди, о благовестии. Наши рассуждения другие. Я вижу, другие выставляют в эфир. Такие есть. Ну не знаю, может мне так кажется. Но до того скукота у них там. Говорит один священник. Прочитал, обвел их глазами. Ну как? Блаженная Фефелак говорит так. Иногда даже по нашим книгам. Я вижу, если закладка есть, я так понимаю, что наша. Ну а дальше-то остальные-то, даже на них экран не могут направить-то. То есть пробудить человека, чтобы он приходил, это большая разница. Вот эта женщина, которая зашла, Елена, она как раз из тех, которые пережили это все. Я так люблю Господа. Я однажды сказал, так люблю Господа. И одна из неправославных ей говорит, вы заметили, что он сказал на меня? А вы нападаете. Вот он весь в этом. Я люблю моего Господа. И нужно быть, я как-то говорил слово, религиозно-талантливым. Во всем увидеть что-то иное, чего не увидели никогда. Я сегодня хотел немножко сказать о России. Связанная с Николаем Вторым Романовым, последним царем. Он канонизированный. Я его признаю за святого канонизированного. Но это самый ничтожный старишка был в России. Худшего даже просто избрать нельзя было. Бог представлял ему такие возможности, он одну за другой губил. Найвысший подъем промышленности, сельского хозяйства, перерост населения в 13-м году был. На грани войны. В войну-то он вторг. Воевали-то они авторы на другой территории-то. Когда узнал этот раненый, смертельно раненый Григорий Пимович Распутин, он телеграмм говорит, папа, не воюй. А раньше как думали? Надо переженить. Вот если у него будет немка, то немцы на нас не пойдут. Что за рассуждение? Да где же это было, что она немка? А теперь это все пошло против. Теперь обвинение, что у царицы была вторая карта, на которой она выставляла все передвижения войск и передавала германскому командованию. И когда после временной правительства назначили специальную комиссию, в нее уходил Александр Александрович Блок. Все это расследовать. Теперь все повернули против него. А царь, я полковник, и умру солдат. И умру солдатом, и умер солдатом. Царь погубил Россию. Даже представить нельзя, какая бы была Россия. Сколько? У нас было бы сегодня 650 миллионов. Мы соперничать могли с любым, где угодно. И тогда и пол Европы, и Англию кормили маслом, все заливали где-то. Куда царь пошел? Война на чужой территории. Кого покорять? Родного брата своей любимой женушки. Зачем тебе это нужно было? Почему они не вели в престол и наследие, что жениться только на своих? Почему первый Михаил, который пришел на престол, женился на родной? На своей? А следующее уже пошло куда? Еще один. Дальше начали разбавлять, разбавлять. В цесаревище Алексея русской крови было, кажется, 1,17%. С Петра началось все. С Петра. С Петра. Ну это третий, это внук уже. Да, третий был. Петр Алексеевич. Петр Алексеевич. Он внук его. Он немку, другой берет англичанку, третий шведку. И они пошли дальше. Один процент, чуть побольше одного процента крови русской было. Какой он был русский-то? А он ее полюбил. И Бог наказал. Престола наследика не было. Ему все врачи сказали, умрет от силы, ну 15 лет, больше он не проживет. Гомофилия. От кто? Кто его таким взял? Наследственно любимая жена. По женской линии рождаются нормально, мужские все гомофилия. Маленький удар где-то запих... Он кровь не оторвается, внутри течет. Гемофилия. Гемофилия. Ну я как, да. Гемофилия. Запишут так и так. Нет, нет. Гомофилия. Гемофилия. Гемофилия. Ну ладно, гемофилия. 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 Столько, чтобы мы поняли, что это было из-за того, что как бы было указание жениться у русских, у русских бы этого и не было. Если бы он послушал, это настоящий пророк был дан России, в лице Распутина. А его самая оклеветанная личность в 20-м столетии. И он знал, царь, погибнешь ты, погибнут дети, все погибнет. Зачем это нужно было ему? Да если бы он был верующий, так, разве пошел он на это дело? Ему Вильгер в последний раз сказал, прошу тебя, Николай, Николас, не делай мобилизацию. Раз мобилизация, значит, я должен делать мобилизацию. Кого пошел завоевывать-то? России не хватало. Порт-Артур был, где? Китая. Финляндия принадлежала России. Польша, это все русские княжества были. А сейчас, как выступают эти националисты, так Европа должна лечь перед нами. Сегодня проповедь. В Москве на площади, чтобы вся Европа легла под нами. Дойдем до Константинополя. Да поневоле люди думают, да нормальные мы или ненормальные-то. Когда ума не дадим ни территориям, ни людям, ни детям, ни женам, ни девицам, никому нету. А теперь Европа, чтобы легла перед нами. Помилуй, Господи, да где мы живем? Вот что значит неблаговестие. А благовестие было бы по-другому. Два миллиарда мусульман были бы православными, может быть. Вот так. Теперь, и что интересно, мусульмане запрещают колотить колокол. Я долго не рассуждал, а что, мешает что ли колокол? Мешает. Разрешили только доску, деревянную доску било бить. Не окованную, а какая, глухой удар, собрать на молитву. А у них как минарет высокий, он по лестнице крутится, мула поднимается, встает там у него, это уширение, это у перильца. Он туда заходит, а вставать раньше, это лучше намного, чем спать. И кто встает рано, тому Аллах подает нужное. О, правоверные, вставайте, не подражайте православным соням. Аллах Акбар. Только это не мула, а там у них эфендин какой-то. Специальный. Муэмудзин, да. Муэдзин. Муэдзин, да. И понятно, что вот он живой колокол. А тут придумали у нас колокол в виде головы, о котором бьют, он называется язык. А мне всегда это нравилось, когда вот голосом, вообще, это правильно, мне всегда казалось. Да он кричит, то голос-то какой у него зычный. А там сделаны специальные же у них минареты. Там у них стоит эти, акустика, специально сделали, трудились. Ну вот, просто к делу сказать-то, благовестие в зашифрованном виде, в виде колокола. Ну ничего не понятно. И я гляжу, колокол только ударил, а на остановке тогда называлась она, то ли фабрика эта или какая-то, по ее имени называлась. И в это время бабки бегом бегут, а тут к храму бегом вниз успеть. Архиерей идет опять в колокол, за три звонили. Детская игра. И как? Один много колоколов, часть веревочек на ногу наматывает, часть на локт, и часть здесь, и вот этот поездер, это надо знать как, чтобы они там перезвонили. Это один звонит на десятках колоколов. А проповеди нету. А если бы хотя один сказал, сейчас архиерей приедет, молитесь, чтобы говорил проповедь. Он привез здесь столько дармоедов, причиндалов, которые ничем не занимаются, завтра здесь пьяный дрянь будет. Они колонну нажрали здесь, не приехали. Великий Иегова Господь наш. Да. И надо крещать так не Аллах Акбар, только, а крещать Иисус Акбар. То есть велик, Иисус Великий. Тарасий. Я хотел вопрос задать. А чем про Тарасия отличается от сектанта? Мне просто такой вопрос интересный, говорят, что отличие, как бы, вот, я вот давно хотел вопрос задать такой, это сложно, наверное. О сектантах? Вопрос, коротко, коротко. Сложно, коротко, да. О сектантах. Вот чем отличается, как бы, вот. Кто хочет ответить-то? Игнатик. Ну, что сразу Игнатик начал, отвечайте. Игнатик Тихоныч пусть отвечает. Ну, ведущий есть у нас, что? Ну, ведущий. Давай, брат. Я, что ли? Ну? Я уже беседовал с ним. Нет, нет. Пусть я другой голос скажу. Говори. Игнатик Тихонович. Мы с темой не беседовали. Игнатик Тихонович, раз задал вопрос. Чем отличается православие от сектантства? Ответьте. Православие церковь, сектанты не церковь. Вот и все. Вот и все. Главное. А в не церкви нет спасения. А какие отдельные детали, там можно уже рассуждать. Самое главное православие церковь от апостольских времен. А у сектантов определенная дата возникновения. 1639 возникновение бактизов. 16 столетий спустя. Где они были? Литеранство 1517. Спустя полторы тысячи лет. А адвентисты 1841 год. Чего считать-то? Уже 19 века. А игонисты там чуть попозже вышли. Само слово сектанта означает секта. Отсечили, отсекли. Они себя отсекли от чего? От истинного древа. То есть от православия. Так и написано. Дерево, не приносящее плода. Господь говорит, ветвь не приносящая. Отсекает. И такая ветвь засыхает. Но они стали разуметь так. Вот собрались вместе. Мне запись у нее есть. И вот мы, говорит, собрались вместе. Еще тогдашние, давние времена. И священник-то какой-то оказался. Услышал и стал к ним приходить. И они его спрашивают. Батюшка, у нас только время ее ходить на службу. Мы решили не ходить. Что лучше, идти на службу или заниматься Словом Божиим? Что поп ответил? Да я не знаю, смотрите сами. Да почему не сказать? Ну вы побудьте на службу, вот он приходит. А потом сидите, занимаетесь. В ответ-то сам по себе просится. Надо религиозно талантливым быть. И даже в богослужении, ну увидеть то, что хотели заложить те, и правильно или неправильно. Якова, литургия была шесть часов. Василий Великий сделал до четырех. Ян Златоус чуть больше полтора часа. Видите. Ян Златоус еще два часа, старобряться три. А Никон еще меньше сделал. Надо смотреть, какой человек. А у нас богослужения, в Новосибирске у меня были ребятишки. И говорят, двенадцать часов. Я говорю, еще вы делали двенадцать часов. Вы за это время пять раз в туалет только сбегали. У вас единственное искусство есть, стоя спать. Ременные лестовки судить другие, больше ничего нет. И главное, как божество, это Федор Студит и Максим Исповедник. Все. Не ленос, находите в храм. Тарас, тебе совет. Вот делать, как вот Нина Александровна делает. Она уже занимается священной дешением не первый год. Но это морщение не здесь. Поэтому вот это должно быть не морщение здесь. У них нет священства, главное. Институт священства отдельно, рукоположенного. Вот сейчас отличает главное. Вот католики, это церковь. Вот Григорий Армян, это церковь. Хопты и Сирийцы, все. Вот это церковь. С заблуждениями, как угодно называют. У них нет епископата. Я неоднократно раньше говорил, что у баптистов был настоящий епископат. Я бы здесь 50 лет не торчал. Но у меня Бог здесь призвал. Еще одно из определений сектантства. Узость взгляда на истину. Они берут на толкование. Они берут один стих и начинают его толковать по-своему. Не так, как толкует святая церковь апостольская. Как святые отцы. А по-своему. Поэтому они основывают на одном стихе, на полстихе. А почему они перечат? Как они объясняют? Почему они от этого все отходят? Не вмещают сапогу. Гордыня не вмещает истину свою внутри себя. Поле брани. Сердце человека есть поле брани между Богом и Затамомой. Изменил что-то, например, изменил. Получается, через него люди могут не понять Слово Божие. То есть они не смогут спастись. Так это самая главная задача сатаны и его клеветов. Чтобы как можно большее число человеков не спаслось. Так, мы ушли от основной темы. Вернемся к стихам первого послания апостола Павла Коринфянам. 20 стих. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Кто такие подзаконные? Ну, ветхозавняющие законы. Священники. Одни священники. Первые священники. Только священники? Нижники фариксеи. А евреи? Ну, все, кто исполнял закон ветхозавняющий. Так они все должны исполнять. Нет, прям это обращено же закон. Ну, идеи. Все иудеи, которые подчинялись закону, данным Моисеем. Все поевреи. Евреи, да. Например, когда обрезал Тимофея, Деяние апостола 16 глава, 3 стих. Не сказал иудей, но как иудей, чтобы показать, что дело это было с особенной целью. Короткие стихы, короткое толкование. Следующий стих. Что, вопрос? Толкование? Да, я хотел сказать, чтобы это потом будет поздно. Мама позвонила. У нас же на этой неделе было Марье Настояние. Полностью читалось великий канон Покаяна Андрея Крисского. Ну, очень много читалось. Братья тут даже сказали, думали, что ты там уже читаешь. На второй раз, что ли, пошел, может, ошибся. Что-то затянулось это. Но на самом деле ничего там не затянуто было. Все было по стихам. Просто мы, у нас больше поклонов. Потому что там идет слава Отцу и Сыну и Святому Духу. А перед этим у нас, ну, Игнат Тихонович записал, там поклон идет. Ну, а дальше там кто как планиется уже. Ну, и мама мне звонит и говорит, а я говорю, мам, ну, ты завтра-то будешь растительное масло есть в четверг? Она говорит, потрудилась. Она говорит, да, я была на поклонах. И, говорит, была я одна в храме. Никто не пришел, одна. Я, говорит, открыла канон, там в центре поставила на анон. И так почитаю, устану, говорит, пойду присяду, посижу, говорит, помолюсь. Опять потом встану, опять читаю, говорит, одна. Ну, помолилась, говорит, поклонилась. А деревущая, деревища, огромаднейшая. Там рядом прям с Красноярском, Бугачева это. Коттеджи, красивейшие, огромные коттеджи. До трех-четырех этажей коттеджи только люди живут. Ну, а на Пасху-то будет, о-о-о. Да там тоже, немного и на Пасху. Но нету никого людей, но нету людей. Где увидели у нас возрождение православия? Ну, просто показать попу. И причем там есть священник приданный, все, некогда, не приехал. И все знают, что... Священника даже не было? Никого не было, вообще никого. Она одна вот была и все. Никто не пришел. Она обзвонила этих там, кто ходили, бабушки, да там, женщины. А то и нельзя, а то и некогда. То ты что, а когда мы ходили? Да мы никогда и не ходили в это время. Чего после недели пойдем? Ну, и так далее и тому подобное. То есть куча... Я говорю, мам, ну ты молодец, ты настоящая, православная, до конца уже. Сама с собой, так сказать, помолилась, все. Но зато в четверг можно растительное масло теперь, потрудившись. Сотни домов, сотни машин, везде все заставлено. Магазинов кучами. Люди идут там везде, все крутится, а никого нету. Церковь кустая. 21 стих. Для чуждых законов, как чуждых законов, не будучи чуждых законов, пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых законов. Толкование. Разумеем, празелитов. Или тех из иудеев, которые уверовали, но еще держались закона. Кто такие празелиты? Обращенные из языка. Новообращенные. Начальные. Начальные обращенные. Было это тогда, когда он остриг голову. Деяние 18.18. Когда принес жертву по обряду очищения. Евреи из языческих стран тоже могли быть празелитами. Было это тогда, когда он остриг голову. Деяние 18.18. когда принес жертву по обряду очищения. Деяние 21-26. Делал же это с особенной целью и для видимости, чтобы исправить тех, которые делали это по убеждению. Под беззаконными, разумеет, или тех, которые не имели закона Моисеева, которые обратились из язычников, каков был Корнилий, в 10 главе Деяния апостолов, и посещая которых, Павел не сходил к их слабости, или и греков, которым тоже применялся, например, когда держал речь пред афинянами, то начал ее с жертвенника, бывшего у них, и учил о Христе не как о Боге, но как о человеке, ибо ничего такого они не могли понять, но и его подчереза одного из богов своих, каковы у них были, Геркулес и Скулап. Везде прибавлено слово «как», дабы ты знал, что Павел только казался, а на самом деле не был таким. Дабы не подумали, что Павел в беседах с чуждами закона переменял свой образ мыслей, говорит «не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу». То есть, имея закон высший древнего закона, закон Христов. И для чего же? Для того, чтобы приобрести чуждых закона. Такое вот мудреное, на мой взгляд, толкование, но, может быть, не совсем понятное, а может быть и понятное. Кому непонятное, у кого есть сомнения, у кого есть вопросы, пожалуйста. Ну, там есть такое еще местописание, чтобы не было нареканий от внешних. Это можно здесь применить, потому что внешне они очень любят, когда с ними разговаривают кротко, ласково, ни в коем случае голос не повышать, как сестра говорит, надо обязательно интонацией руководить. Это со внешними очень-очень-очень сильно помогает. И людям некоторым кажется, что действительно этот человек, он как свой. На самом деле это делается для того, чтобы приобрести человека. Ну, еще есть такая пословица, бей своих, чтобы чужие боялись. То есть, как бы через кого-то эта передача идет. Ну, чтобы ты это не относилась к людям, которые тебя не знают. Это биение или наказание, или какая-то суровость этого всего. То есть, вот апостол Павел именно так поступал, как им казалось, что это свой человек на самом деле. Ну, вот Игнат Тихонович, у него пример очень интересный. Ну, из другого примера просто привести невозможно. Будучи православным, обратиться ко Христу в пятидесятников, и у них же начинать проповедовать о Христе. Ну, что тут сказать. Это пример. Он неподражаемый. Даже захочешь другой найти. Даже про апостола Павла такое не скажешь. Ну, вот Ариапак, можно сказать. Но они видели, что он чужой. А здесь даже и не видели, что чужой. Вот что дело. Поэтому, конечно, когда касается... Речь заходит об Игнат Тихоновиче, то все направления сбиваются. И доходит до того, что его... Он старообрядческий, баптист... Православного направления какого-то. Ну, там накручено хорошо. Так вот, у меня возникает такой несколько крамольный вопрос. А что тогда апостол Павел лукавил, что ли? Когда он говорил о том, что он для всех сделался всем. Для одних вот такой, для других вот такой. Было ли лукавство в его словах, действиях? Как полагаете, братья? Не знаю. Да, тут же написано. Написано, им казалось просто. У него была цель. Приобрести хотя бы некоторое. А каким образом? Да таким образом, что он должен был знать, во-первых, очень хорошо человека, аудиторию, с которой он имел беседу. Он должен был знать их верование, их обычаи жизни и все прочее. И, используя эти моменты, основываясь на этом, уже нести благую весть о Христе. Только такое. Такое добра. Вот тут, знаете, вот этот момент, по-моему, мне-то кажется, что вот это попахивает иезуитством. Как бы, может быть, они даже и взяли это за основу. За основу вот это, что, ну, мало ли, что я там то-то, то-то делаю, а в душе-то я христианин. Понимаете? Ну, здесь, по-моему, вот в этом важно говорить с человеком на том языке, какой он понимает. Я из чего это заключил? Ну, будучи в свое время, когда я тут, как бы, напряжение с работой было, я работал в Потеряевке у брата. Ну, там помогал им, не работал, а помогал. Вот. И там с одним из наших братьев, там живущим, ну, так беседовали, что, после работы и прочее. Ну, и там, о чем? Ну, о чем с молодым братом можно поговорить? Ну, жениться там и прочее. Я говорю, ты понимаешь, что, брат, вот, к примеру, ну, встретил ты девушку, она даже хорошая, все. О чем ты с ней будешь говорить? А вот я-то ему говорю, а вот понимаешь, Света, вот во втором послании Петра, а потом в первом послании, там, а в послании Якова сказано, и прочее, что она тебе скажет? В лучшем случае, да пошел ты. А в лучшем случае, просто повернется, и вообще ничего не скажет, и уйдет ты, понимаете, в чем дело? Она должна понимать его чувства к ней. И он, этот человек, должен заставить ее, или того человека, нуждаться в себе, что без него она ничего не может. Это замужество. То же самое, здесь и Павел. Он, по-видимому, так себя вел, и так им проповедовал, что они, как бы, ну, принимали его. Вот действительно, он именно тот, кого мы искали. Вот он тот человек. Не знали там, что он православный. Ну, мы так назовем его. Да, он был православный. Не знаю, что он православный. Может быть, даже в этом случае и наш брат, то же самое. То же самое было. Они, вот он тот, вот бородатый, да, из Барнаула, точно он поход. Вот он говорит правильно. Но они с ним не жили. Они с ним не спали, они с ним не ели, они с ним не пили. То есть он живет в таких шорох, себя так перетирает. Ну, тот человек, может быть, и Павел точно так же делал, что никто с ним не выдержит. И все сбегут, понимаете. Но он мог, это тот человек, который Павел, мог так себя им подать, что они его принимали за своего. Но это не было лукавством или лестью. Я считаю, вот так. Игнатий Иванович, как с Мавзолея, да? Давайте ему слово, наверное, дадим. Нет, Людмила Степановна, я ему разговариваю. Я одно слово скажу. Просто Павлу Господь дал мудрость. Мудрость в благовестии. Бесспорно. И он это применял. У нас не расцветало еще там, по-моему. Без вариантов. Ну как, мы все тут сидим. Нет, ну, братьев, да. Мудрецы. Да и сестры, сподобитесь. Я все. Нам слово, Игнатий Иванович. Последнее слово. Последнее. Игорь. Я вижу, уже третье занятие, мы стоим на этом стихе. Это брат и муак, Виктор. Это другое. Мы уже пять или шесть стихов прошли. Вы что? Ну, опять к тому же. А, вернулись. Ну, это апостол Павел. Все, достойте. Мне хотелось напомнить, что в парламенте, назовем в Англии, у них такой обычай, порядок. Говорить может только тот, у кого мешок с шерстью. А один этот мешок большой, как кто поднимет руку, ему через весь зал лорды, пэры сидят, и мешок туда перекидывают. Он должен теперь на него сесть и тогда сказать речь. А избран в лорды был Исаак Ньютон. Он, говорит, ни разу не говорил. И вдруг поднял руку, ему этот мешок с такой радостью прилетел, хоть раз услышать, какое он предложение сделает. Он только получил мешок, сел на него и говорит, господа лорды, я попрошу, форточку закройте. И больше ничего от него они не услышали. Понимаете, вот я говорю, что я ни разу за 51 год не удостоился встретить человека, который бы поступал, как говорит Павел, для всех сделал совсем. Не встретил. И поэтому у меня такое представление, что это супер редкий индивид. Это Бог дает. Человеку это нельзя. Вот у нас приходят некоторые знакомые, которые из других. Нет слова динаминации, конфессии. Изнецеркви. Пришли в церковь. Правильно. Им священники запрещают петь баптистские песни. Уберите их с песенники, чтобы они не пели. Чтобы никогда к баптистам больше не ходили. Какие книги баптистские, что уберите, что они вам не нужны. И они его перемалывают, они его пережигают, они его как в извести держат. Я такие надежды возлагал на переходящих православия, а они делаются, прям поневоле вспомнишь, вдвое худшими самих себя делаются. Притом, ты забудешь в момент, когда будешь говорить. Вот вы послушайте, что мы вчера с этой женщиной говорили. Я ей не подыграл. Да зачем я ее знать не знаю. Но каждое слово пришлось к ней. Я ей сказал, вы пришли к месту. В нужное место пришли. Какие вопросы ее трогали, на которые никто не отвечал, вообще рано получила вопросы. Почему? А они не прошли тот путь, который она прошла. И они тянут только к себе. А я как раз из тех, которые не тянут к себе. И это правило я ввел его, чтобы никого к себе не тянуть. Запрещено звать. Сказать, ты можешь, а он должен попроситься. Вот некоторая женщина подходит и говорит, у меня такая знакомая, а она моя в расчет, ты ее плохо с ней разговариваешь. Но если хорошо будет, она ты скажи, попросись, если тебе надо. Именно попросись. Поэтому для всех, сделать со всем, это надо жить этим. Этому нельзя научиться. Это не книжная мудрость. И в самый последний момент Господь позволяет что сказать. Я еду сейчас в Англию, приглашает нас протестанты. Мы не получили еще визу, а у меня, наши, которые ехать, они ложатся спать, они не думают. А у меня сегодня уже забота. Я ложусь спать, я вижу эти аудитории. Какие люди, выпрашиваю Бога, покажи, что за люди. Что я должен сказать? Не покривить истины. Им не о Христе надо говорить. Они о Христе знают. Это несколько слов о Христе скажу. Чего они не знают? Руководитель говорит, я зарабатываю дни сейчас, я работаю целыми днями, чтобы отпуск заработать, с вами поехать. Я перед ним обязан. И что я скажу? Они слушают, и видят, так он же баптистов за церковь не считает, они говорят. И он это знает и приглашает. Чего же он от меня ждет-то? Ну я-то должен теперь сориентироваться на аудиторию и сказать им. А вот я опять спрошу каждого, что бы вы говорили, не вы, не я поеду, а вы поедете. Что ты скажешь? Не с колонн, он туда ехать надо. А я должен приехать как врач. Вот Надях мне один задает вопросы. Ну я согласен со всем. Ну не согласен, что обрезание. Ну почему именно такое обрезание-то? Объяснения-то никакого нет. Я говорю, а Бог не дает объяснения. Он сказал, да будет обрезан весь мужеский пол. Восьмидневный ребенок. Всякий мужеский пол, который не будет обрезан, да будет предан смерти. черта, подведен, а все. Так он ребенок, предан смерти. Тебе что еще доказывать-то? Бог не доказывает. А потом постепенно придет разумение. Что обрезается? Кожица у детородного органа. А почему? Потому что по наследству передается только этим органам. Передается греховность. Освобождение от плотского греха. Смысл какой заложен. А это разве может быть? А вот теперь пробус крещения. Что? Освобождение от греха. Вот теперь нашло объяснение в новозаветнем уже понимании. Крещение. И должно быть там полное обрезание все, что положено. Сейчас уколы надают. У мусульман в 13 лет укол дают. Я видел фотографировано. Мальчишки лежат. И когда уже боли утихли, там мула или шейх приходит, им подарки делает и прочее. Вот это должно у нас быть крещение. Те, которые принимают крещение в белой одежде, они не снимали в течение, допустим, недели или сорока дней. И перед ними ходили со свящою, как перед священником с Евангелем. Это все описывается. Там из Иоаннового Богослова других. Для всех сделать совсем. А вы хотели бы, чтобы так было? Я не знаю. У меня опыта нету такого. И сегодня это невозможно. Ну где он будет? Вот я выйду сейчас в белой одежде, и перед ним свяща, и кто-то идет. Что тут у нас будет-то? Из вокзала выходят, перед ним идут со свящой. Ну я с надеялась сразу сообщать где-то. Психиатрия. А тогда это не вызывало. Это общий признак принятый был, как сегодня ходить в шляпе евреям. Быть всем для всех это невозможно. Мне это Бог дал. И дал в первый день, когда я обратился. Говорят, вот как-то духовный рост. Вот вы понимали, так теперь проходит время. Вы теперь что-то понимаете по-другому? У меня записи сохранились, письма. Я нигде, ни одного у меня места нет, чтобы я понимал по-другому. Я вот обратился, и мне сразу вложил Господь под коробку сюда. И 50 лет еще не меняется, только углубляется. Это Бог делает. Я с первого дня жил среди них сектантов, и они признавали меня своим. А там разные-разные были. И они признавали меня своим. Это у нас братья есть, он православный. Но он рожденный свыше. Его Дух Божий крестил. А я языков ничего не имею. Это свидетельство идет сегодня в интернете, у баптистов в Америке, везде. Это Бог дает и на сердца ложит. А как вы узнали, что надо такое сказать? Не знаю. Я не могу на многие вопросы ответить. Просто я говорил, и внезапно из меня вышла вот эта фраза. Вышла эта фраза. Вот вчера я с ней говорил, я заново теперь, заново прокручиваю. Иногда Володю позову. Володя, послушай, что я тут говорю-то? Как? Почему именно это я место беру? Послушай, и мы сидим, другой раз слушаем вместе. Иногда я сам удивляюсь, а почему вчера я ей это имя сказал? А в конце я говорю, вы побежите все. Исайя 13-14. В свою землю. Так что потеряю, как ждет вас. Хочу сказать из своего опыта. Ныне уже покойный коллега-хирург. Жил в соседнем подъезде. И неоднократно были с ним беседы. То есть благовестие. Проповеди, конечно, не было. Благовестие было. Исходящее от меня. Но он как-то потом уже мне сказал. То есть ему уже надоело меня слушать. Он сказал. Вот был вот этот, который Игнатий Тихонович Лапкин. Вот там я услышал истину. А вот то, что ты говоришь. Мне как-то это даже было. Я вроде говорил стихи, называл. Вот прямо это говорю. Не я. Это говорит Господь. Ему там призываю обратиться. Там от блудных дел. От других там дел, ведущих погибель. И мне как-то немножечко обидно было. А потом я поразмышлял и подумал. Да разве я могу сравниваться с человеком, который живет в этом? Вот он сейчас сказал, что этого просто нельзя постичь. Это Господь дает. Он живет этим. Он как обратился, так и живет в этом. А я живу то работа, то семья, то еще какие-то дела там. И от случая к случаю. Ну, не от случая к случаю. Даже при регулярных занятиях, которые я посещал в одном университете, начиная с педагогического еще университета. Но это же не то, что есть у этого человека. Конечно, что-то сравниваться-то. Поэтому несравнимые вещи. Надежда Васильевна ест что-то. Я хочу сказать, кстати, о том, что в Кызыл, когда мы ездили, да, и там две группы было, две группы бактистов, которые разделились. И когда Игнатий Тихонович два часа буквально, даже больше двух часов проводил, он удалит слово говорить, и он так говорил, что та и другая группа... Все понятно, больше не надо. Я скажу другое. Едет отец Аким в поезде. До того смешно как. И решил он благовествовать. Ну и на полке один слушал, потом слез и говорит, это ты говоришь, говорит нет. Вот я однажды ехал. Вот где-то здесь же слазил этот человек. Ну, как-то назвал маленько неправильно, но правильно-то. Ему говорит, моему родному брату, а тот только уйдет, чтобы не расхотаться. Вы такого, может, слышали здесь? Он молчит. Вот он нам тогда говорил-то, это весь вагон слушал. Иначе они любят прибавлять. Как это заключенное-то? Он говорил. Да такое. Отец Кирилл пишет, я стоял у храма, у храма в Киеве, и идет итальянская делегация. Остановились, смотрите, с бородой верующий русский, а как бедно он одет. И вдруг он с ними заговорил на чистейшем итальянском языке, что главное для нас это духовное. Проходит дальше японское, и он с ними тоже на чистейшем японском заговорил. Я ни одного слова не знаю, ни японского, ни итальянского. Это легенды все. Это пятидесят. Это легенды. Это мифотворчество. И дальше он говорит, и на испанском, и тоже говорит, и толпа там собирается, испанцы и прочее все. Я ничего этого не видел. Я же вас и пятидесятникам называли. Да. Говорили на языках. Ну, это, ну не было этого. Я итальянский язык думал изучать, но когда готовился в МГИМО, институт международных отношений, ну, бодливые-то корови, что-то Бог не дает. Вот. Ну не было этого. А их уже не убедишь в этом, вы просто из скромности скрываете. А не так. Но однажды у меня было такое. Поэтап ушел, и в Новокузнецкую тюрьму. Ну и там завели меня. А там двое были. Цыган один, он убил, кажется, дочь свою. И один, который по обмену представителями там, учебного класса, такого чего-то, менялись тогда интеллигенции. В Германии работал, а сюда поставили учителями там, опыта набираться. И он там вздумал валюту менять-то. Ну, его арестовали, подержали, сказали, езжай до дома. А он завернул в другую сторону. А теперь-то его нашли, арестовали уже по-настоящему. Ему только доехать надо было, там уже ничего бы не было-то. И вот он с этим сидит, в карты играет, а потом утром встает и говорит. Там называют этого, которое, Рома. Я сон такой видал сегодня. К нам Бог придет в камеру. И этот Бог будет нам говорить что-то такое. И он целый день ему этому сыгану толми. И так вечером меня в эту камеру вталкивает. Я только шагнул и говорю, мир вам! Он первый подошел, там высокого роста, русоволосый такой, подтянутый, спортивного вида. Подошел. А вы Бог? Вот как апостолам говорили, Боги в человеческом образе сошли к нам. Я говорю, нет, я не Бог, я только о Боге говорю. И вот что он, Евангелие я ему дал, он спать не ложится. Он сидит, переписывает. Я ни одной Евангелия не могу отдать. А цыган-то старается его, да до него наступает, да мы же с тобой вчера в карты играли, ты такой. А он ничего не отвечает, сидит, переписывает. Я утром встал, он Евангелие переписывает и переписывает. Вот это, ну, определенно, я уже сам видел. И этот цыган-то не стал опровергать, что ты не так говоришь-то. Именно так он ему целый день-то дрендил, сидел, Бог придется. И Бог пришел. Ну, пришел через человека, он просто человек. А ты Бог на меня так. До того мне смешно было. Бог! Ой-ой-ой. Что ты мне не дал сказать? Я в той группе, главное, что интересно, они никто, они признали его тоже за Баптиста, все, приехал, но кто он такой? Они никак не могли определить. И когда я приезжала, после того, уже мы уехали, потом еще, знаете, меня послала, я приехала к ним, пришла. Они говорят, ну, скажите, кто же он был все-таки, Мы так и не поняли, кто он был. А зачем я туда ездил? А он говорит, ну, мы ездили к моим родителям, познакомиться. Вот что самое, это главное. Да, да, да. А это все-таки. А все-таки. Это подъем у меня был. А там такой подъем, он проповедь, я хотела прочитать, еще осталось, которую он написал, по граммам. Две общие Баптисты примирились. Две общие Баптисты, ага. Они так там рыдали, вообще так рыдали, невозможно, и нас так провожали. И что интересно, православные пути, православные его не приняли, а вот баптисты его приняли сразу. А эти слова, которые говорили, все. А мы как раз хотели. Благодарим всех за активное участие и тех, кто не принял участие. Так, у меня вопрос к этим. Вот эта галерка сидит трое, никогда не участвует. Почему? Раз, два, три. Это наблюдатели при ООН. Вы галерка знаете, что такое? Поскольку я знаю, не имею здесь правослова, так как я не знаю. Это самая дальняя часть. Самый дальний портрет в театре. Там сидят, и нас в комнате. Просто я не имею здесь правослова, так как я не снялся община. Почему? Здесь все имеют правослова. Это занятие. Это занятие. Это занятие. Абсолютно все имеют право. В следующий раз учтем. Через твои... Анатолий, готовься. Через твои вопросы ты сам себя больше... Твои вопросы полезны для всех, может быть, если они... Да нет. А я вижу этот угол, у нас как вышибные городки. Идайте, молись. Молись. Молитесь, молитесь. Господь и Бог наш, слава тебе. За молитвы святых отец наши Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Сыне Божий, 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 Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и ссыли немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и вовете веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Слава Тебе, Господи, за эту святую возможность склоняться перед Твоим величием, вникать в Слово Твое совершенное. Ибо Ты сам сказал, исследуйте Священное Писание. Ибо через него мы думаем иметь жизнь вечную, и оно свидетельствует о Тебе, Христе Божий наш. Ты знаешь наши тайны и воздыхания, и просьбы родных и близких, не познавших Тебя. Пришли, добрые жители вселения наши, и распространив пределы общих наших, найди новые души сам. В чем мы погрешили, прости. И приготовь нас к этому путешествию, и расположи сердца начальствующих, от кого это зависит. И найди нам место, где остановиться, и пошли все потребное для села. Мы на милость Твою уповаем. Ты живой Бог, отвечающий на молитвы, хвала Тебе. Мы приносим Тебе благодарение и за руководство этого города. Как много нам Ты сделал через них, мы имеем это место, где можем склоняться. Благослови начальствующих и Владимира, Дмитрия, Барака, Юлию. И на Украине дай мир. Поставь добрых руководителей, дабы церковь Твоя воссияла всеми огнями, как корабль Господин. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Сейчас я вам дам деньги. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.